Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Совсем недавно прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Амурское казачество. Вчера и сегодня». О чем говорили и почему это именно научная конференция, мы сегодня узнаем у Станислава Митрофайновича Сахончика, членоправления Амурского окружного казачьего общества, а также Ларисы Викторовны Буяновой, начальника отдела национальной политики Министерства внутренней информационной политики области. Здравствуйте! Добрый день! Такие серьезные гости действительно и такая у нас серьезная тема с 10 минут нам, конечно, не хватит, но мы постараемся как-то рассказать все-таки вкратце. Давайте поговорим о том, когда возникла идея вот такой научно-практической конференции и сколько готовились к реализации. Год тому назад мы вместе с Амурской областной научной библиотекой проводили такого рода эксперименты. Мы изучали каталоги книг, которые там есть по истории казачества, и затем после того, как мы проанализировали, какой массив в библиотеке находится исторического материала, этот материал должен был каким-то образом реализоваться. И посоветовавшись с учеными, с руководством библиотеки, мы пришли к такому выводу, что мы должны создать историко-краеведческий проект, назвав его «Амурское казачество» вчера и сегодня. Во главу проекта мы поставили несколько задач. Первый проект состоит из нескольких блоков. Первый блок — это наша историческая группа казаков. Мы собираем информацию об истории казачества, собираем артефакты для музея, собираем документы, архивируем их, воспоминания. — То есть это такая работа, достаточно незаметная, которая ввелась. — Да, достаточно незаметная работа. Затем эти данные собираются, оцифровываются, архивируются сотрудниками научной библиотеки. То есть они их делают пригодными к дальнейшей обработке учеными. И уже третий блок — это как раз работа с учеными-историками, которые занимаются казачьей тематикой. В данном случае вот Анна Ивановна Коваленко с сотрудниками. И, естественно, венцом этой всей работы является конференция итоговая, на которой мы уже смогли то, что мы заработали на год, реализовать. — То есть показать все плоды трудов, собственно. — Совершенно справедливо. — Ну, вообще цель, я понимаю, главная — это вот именно сбор вот этих исторических данных, дабы не утратилось это все где-то, не кануло в лето, а вот оно было достоянием человечества. — И популяризация данных. — Да, и цель конференции была как раз такая. — Этому еще служит наша музейная экспозиция, которую мы собрали буквально вот с сотрудниками Амурской библиотеки буквально за месяц. — Ариста Викторовна, а вот научная составляющая, то есть что за труды были написаны научные действительно на основании вот всех собранных данных? — Я хочу сказать, что по истории казачества, конечно, я была осведомлена, но на конференции я сидела, слушала и боялась оторваться на секунду на оргвопросы. — Почему? Потому что выступали действительно, ну, я не побоюсь этого слова, корифеи, тот же Абеленцев из нашего музея, это наш просто архивариус казачьего войска нашего Амурского, Анна Ивановна Коваленко, которая написала докторскую, кандидатскую работу по казачеству, по истории казачества. Интересное сообщение было кандидата исторических наук Пушкарева, который рассказывал о том, каким образом сложилась судьба казаков после 1917 года. Тоже интересный пласт истории и еще пока не изученный пласт истории. И продолжил эту тематику кандидат исторических наук из Благовещенского педуниверситета, который, конечно же, уже в деталях нам рассказал, каким образом складывалась судьба офицеров казачьих на Чужбине, Манжурии. И вот, честно сказать, это были уникальные факты, которые, конечно же, хотелось, чтобы стали достоянием всего населения, чтобы люди знали свою историю и любили. Потому что мы привыкли думать, что казаки — это албазин, и все. А ведь казаки — это гораздо больше. Понимаете, когда говорят о казаках, нужно говорить о духе казачества, который жив до сих пор. Это дух воина, это дух защитника. И вот мне иногда приходится слышать о том, что на сегодняшний день нет казаков. Казаков неправда. Потомки казаков живы сегодня. Более того, в годы Великой Отечественной войны, отсюда, из Амурской области, на фронт ушли порядка трех тысяч потомков амурских казаков, и половина из них погибла. Станислав Митрофанович, мы-то точно журналисты знаем, что казаки действительно есть. Мы не сомневаемся и видим их, причем регулярно в нашей студии, они достаточно активны. И действительно, чтят и хранят традиции, которые были когда-то, которые чтили их предки, правильно? Да, это основа нашей деятельности. Базис на чем-то все делается. Ну плюс уже за 25 лет с начала возрождения, это уже большой исторический период. Мы стараемся восстановить, начиная с 90-х годов, историю, наиболее значимые персоналии, которые там были, те события, которые произошли. Вот мы сейчас собираем архивы, фотографии, свидетельства очевидцев, восстанавливаем вот этот вот 25-летний период. Ну действительно, насколько вот те казаки, то есть наши современные, оторваны от тех? Потому что вы послушали эту всю историю. 70 лет, знаете, это большое. Это отрыв от традиционного образа жизни. Ведь казак — это в первую очередь земледелец и воин. Вот сейчас, знаете, сельское хозяйство уже немножко другое, структура общества изменилась. И безусловно, если раньше казачество было сословием, именно воинским сословием, то сейчас, конечно, это немножко другое. Изменилась историческая формация, изменились люди, изменились обстоятельства. Но тем не менее осталось главное. Дух казачества, он, как говорится, не истребил. Мария Сергеевна, Виктор, но тем не менее, в современном контексте казачеству очень хорошо место находится. Потому что и государственная политика сейчас направлена на то, чтобы возрождать эти традиции и возрождать, наверное, миссию казачества, которая изначально была. Правильно я понимаю? Все правильно. Дело в том, что казаки всегда отличались тем, что они были очень организованной структурой. И даже первое время советская власть опиралась на то, что есть такие структуры, организованные в своей работе. Они остались и такими же организованы на сегодняшний день. И хорошо, что пришло время осознать это. И на сегодняшний день у нас на территории России реализуется стратегия государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года. План по реализации этой стратегии. Есть федеральный закон о несении государственной службы казаками. И обозначены сферы, в которых могут привлекаться казаки для несения государственной службы. Во-первых, конечно же, суть всех этих форм сводится к одному. К исторически сложившемуся назначению казаков. Охранять, защитять Отечество. В основном границы. Границы. Не случайно мы здесь возрождаем именно пол. В свое время, если обкнуться в историю Московской области, казаки охраняли границу протяженностью более двух километров. Двух тысяч километров. Двух тысяч километров. И вот на сегодняшний день у нас, собственно говоря, происходит процесс возвращения. Два казачьих общества у нас уже добровольно несут охрану государственной границы совместно с пограничниками на двух заставах. Три казачьих общества в составе добровольных народных дружин выходят на охрану общественного порядка в городах и районах области. В составе пяти пожарных постов, которые созданы в трех районах области, двадцать членов казачьих обществ, которые обучены по специальной программе «Спасатель» и которые сегодня охраняют наши лица от пожаров. Станислав Митрофанович, а как вот это вот интегрироваться в уже готовые структуры? Просто ли казакам или нет? Как принимают? Достаточно просто. Принимают, но вначале были некоторые шероховатости, связанные с законодательством. Законодательной базы не было, но она дорабатывалась по ходу. И сейчас многие вещи просто решаются на уровне, например, областной администрации. Если мы где-то посовещались, пришли к какому-то консенсусу, и мы реализуем уже на данном этапе добровольные дружины по охране границы, добровольные дружины по охране общественного порядка, будут дружины по охране природы. В данном случае мы хотели бы охранять лесные массивы от пожаров, работать в МЧС. У нас достаточно большой спектр. Насчитывается семь видов государственной и иной службы, которых могут быть задействованы казаки. Ну и в последних указаниях, которые мы получаем, это как является одним из видов резервного компонента для национальной гвардии и вооруженных сил. То есть государственный подход очень серьезный. Действительно, процесс очень интересный начинается. Будет удивительно и любопытно, думаю, наблюдать за ним, поэтому приходите к нам обязательно еще в гости. Я могу точно сказать, что казачество нам нужно, потому что это великая идея, мне кажется, прекрасные люди с железным характером. Но еще это просто красиво. Это я по-женски уже не могу не отметить. Спасибо вам большое за то, что подстекла. Спасибо, что хорошо. Я напоминаю, что сегодня с гостях был Сахончик Станислав Митрофанович, член управления Амурского окружного казачьего общества, а также Лариса Викторовна Буянова, начальник отдела национальной политики Министерства внутренней информационной политики Амурской области. Вы смотрели в центре. Внимание, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова